Три пожара и трое погибших. Такова статистика последних недель. Пожалуй, только для спасателей. Июль 2017-го выдался жарким. Сотрудники Госпошнадзора с этой недели работают в еще более плотном режиме. Посещают квартиры и дома горожан, которые нуждаются в особом внимании. Супруги Пряхина с улицы Павленко. Люди порядочные. Не пьют и не курят. Но напомнить пожилой паре номера телефонов экстренных служб и то, что пищу на плите нельзя оставлять без присмотра, лишним никогда не будет. Все, что положено, соблюдаем все требования, которые противопожарные требования относятся. Общелюбые требования. Общелюбые, да. За проводкой следите? Да, следим. За проводкой следим. Все вроде бы так у нас в нормальном состоянии пока. Даже в преклонном возрасте не поздно учиться на чужих ошибках. Инспектор рассказывает супругам о недавнем случае на Кохомском шоссе. Готовя на балконе смесь для газонокосилки, мужчина фактически сгорел заживо. На кухне осуществляла работа газовая плита. От испарения данной смеси, приготовленной, произошло самовозгорание от конфорки газовой. При этом произошло загорание верхней одежды на человеке и уже потушить не представилось возможным. По-настоящему в группе риска, конечно, не пенсионеры, божьи одуванчики. На последних пожарах погибли как раз те, кто правилами безопасности пренебрегал, а вот вредными привычками злоупотреблял. Адреса, которые обходят инспекторы, предоставлены полицией. Нехорошие квартиры есть в каждой многоэтажке. По результатам проверки было установлено на данных пожарах, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении людей, ведущих антиобщественный образ жизни. То есть они в алкогольном упьянении, курят в помещении, в кровати и из-за этого происходят пожары. Здравствуйте, с пожарного надзора к вам. Вы у нас на учете стоите, проверяем вас. Зайдем. В этой коммуналке в центре города и выпить любят, и покурить в комнате тоже. Праздник здесь круглый год. Гирлянда горит на окне даже летом. Но, как уверяют обитатели, все под контролем. У нас жилые строения горят вместе с ними. У нас не сгорят, поверьте мне. Да, ну все так думают. Да нет, мы знаем. Если замкнет, допустим, ну там, как у счетчик, не вопрос. А так-то я все делаю. Счетчик, своткнутый в него отверткой, конечно, впечатляет. На такой инсталляции быть недолго, уверяет хозяйка. Электрики придут с минуты на минуту. Инспекторы, в свою очередь, тоже пообещали нанести повторный визит. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Смотрите, телефончик, но мы и позвонили прям по моему телефону.